Оригинальное видео на английском языке находится на YouTube-канале ReaperMania. Не забывайте поддержать автора, Кенни Джоя. Подписывайтесь на его канал, ставьте лайки и следите за обновлениями. Перевёл и озвучил SpaceMonkey, канал Reaper5Russia. Уроки по Reaper5 с Кенни Джоя. Урок 29. Экшены, они же действия. Итак, сегодня мы поговорим об экшенах или действиях в Reaper. Всё, что мы делаем в программе, это действия. Я выбрал айтем и удалил действия. Отменил, вернул, действие. Все они собраны в списке действий. Заходим в одноимённое меню, выбираем список, или нажимаем горячую клавишу. Открылось окно, сейчас его можно перемещать. Но мы закрепим его в докере. Правый клик и выбираем нужное. Готово. А чтобы было удобнее, перетащим его влево. Захватываем, передвигаем вплотную к левому краю, видим серую полоску, отпускаем. Откроем ещё одно окно, Big Clock, большие часы. Теперь наш список в верхнем левом углу. Ещё захватим панель треков вот здесь и сдвинем влево. Вообще её скроем, чтобы легче было одновременно наблюдать рабочую область и список экшенов. Перейдём к списку. Как я говорил ранее, нажатие кнопки Delete является действием. Нажмём Find Shortcut, найти ярлык. В открывшемся окне нажмём Delete, и появилось ассоциированное действие. Remove Items, Tracks, Envelope Points, удалить элементы, треки и так далее. Можем редактировать его вот здесь. Поменять Shortcut или клавишу. Если посмотреть список, станет понятно, что многие экшены не привязаны ни к какому сочетанию клавиш. Вот этот привязан, этот нет. Мы можем определить клавиши для одного действия, а для другого — удалить. Лучший способ найти экшены — это использовать фильтр. Набираем Zoom. И остались только действия, в имени которых есть слово Zoom. Теперь можно править их как угодно. Всё, что можно сделать с экшенами, делается здесь. Выключение, изменение, кастомизация. Давайте добавим горячие клавиши на экшены, не имеющие их. В строке фильтра наберём Trim — Обрезать. Нам стали видны все экшены с обрезкой. Выберем Trim Left Edge of Item to Edit Cursor. Обрезать левый край айтема. Предположим, что мы правим один из айтемов, например, вот эту гитару, и хотим обрезать левый край. Инструмент обрезки не может появиться сейчас на середине айтема, так что нам придётся разделить айтем, удалить левую часть и уже потом подрезать левый край. Можно сделать это всё одним экшеном. Отменяем изменения, ставим на нужном месте, выбираем экшен, жмём Run — Загрузить. Всё получилось. Ещё быстрее будет, если использовать горячую клавишу. Давайте привяжем какую-нибудь к этому действию. Жмём Add — Добавить. Используем Ctrl плюс L. Вы можете выбрать любое сочетание. Я использую именно это. Жмём ОК. Для примера, ставим курсор сюда. Жмём клавиши. И айтем обрезался от начала до курсора. То же самое можно сделать и с правым краем. Для этого выберем другой экшен — Trim Right Edge of Item to Edit Cursor. Обрезать правый край. Придумаем сочетание клавиш. Я использую Ctrl плюс R. Попробуем. Ставим курсор, жмём. Теперь обрезался правый край. Так что это очень крутой способ обрезать айтемы очень быстро. Для того, чтобы удалить назначенные сочетания клавиш, выберем нужный экшен и жмём вот здесь Delete. Теперь к действию снова не привязано никакое сочетание клавиш. Удалим также второе сочетание. Сейчас покажу ещё кое-что. Допустим, нам надо изменить громкость айтема. Переходим в строку фильтра, вводим Item Volume, сдвиг громкости, и сразу появляется пара подходящих действий. Nudge Item Volume плюс 1 дБ, и Nudge Item Volume минус 1 дБ. Давайте присвоим этим экшенам сочетание клавиш. Я использую Ctrl-U для повышения, и Ctrl-D для уменьшения громкости. Теперь можно выбрать айтем, например, вот этот, хай-хэт. Жмём Ctrl-D, и громкость понизилась. Сделаем то же самое для гитары. Ctrl-D, ещё тише. Сколько раз нажали, настолько и уберётся. Вернём назад, нажимая Ctrl-U. Таким образом можно править громкость очень быстро и точно, используя два сочетания клавиш. Выбрали и наклацали сколько нужно. Удобно, если приходится часто править громкость айтемов. Для облегчения поиска мы также можем отсортировать список экшенов по используемым клавишам. Очистим поиск и нажмём вот сюда. Сортировка произошла. Можно сразу увидеть, какое сочетание к какому действию привязано. Также можно сортировать по описанию. Можно искать ярлыки через вот эту кнопку. Я нажимаю V и вижу, какие действия связаны с этой клавишей. В нашем случае это показать огибающую громкость. Я нажму на дорожке, потом на V, и появилась громкость. Нажму снова, она скроется. Вот так проверяют привязку. Очень удобно с этой опцией редактировать привязки. Жмём P, определилась огибающая панорама. Для переназначения клавиш удалите старую и добавьте новую. Когда внесены все желаемые изменения, их можно сохранить. На случай, если мы внесли много изменений и хотим при надобности быстро вернуться на наши настройки. Кнопка Import-Export, жмём Export All. Теперь можно сохранить конфигурацию под желаемым именем. Впоследствии, чтобы загрузить её, выберем в том же меню Import. Также можно сохранить отдельные экшены. Мы изменили вот эти два. Теперь можно экспортировать выбранные элементы. Ну а если вы что-то совсем набутали или испортили, всегда можно вернуться к заводским настройкам. Потенциал экшенов полностью раскрывается в создании собственных кастом-экшенов. Это действие, включающее сразу несколько экшенов в себе. Приведу пример. Скажем, мы хотим заглушить вот эту часть дорожки. Для этого надо разрезать айтем здесь, здесь, затем выбрать кусок и по правому клику замьютировать. Очень много лишних шагов. С кастом-экшенами мы сможем это сделать за один щелчок. Отменим. Заходим в меню, Custom Action, выбираем New. В строке фильтра вводим Split Time. В итоге находим нужный. Split Items at Time Selection. Перетащим его в правую часть окна. Это экшен, который сработает первым. Мы еще отредактируем, чтобы получить нужный результат. Назад к фильтру. Вводим Item Mute. Находим нужный, Item Properties Mute. И тоже перетаскиваем его вправо. Теперь по одному щелчку сработают два действия. Присвоим экшену имя, например, Split Mute. Жмем ОК. Кастом экшен готов. Назначим для него клавиши. Ctrl плюс S. Теперь попробуем его в действии. Используем инструмент LASSO, выделение области. Жмем нужное. Item разделился по границе выделения, и этот фрагмент замьютировался. Отменим. Попробуем с этим треком. Делаем то же самое. Все опять сработало. По завершении операции остается выделение, которое нам уже не нужно. Можно нажать Escape. А можно добавить снятие выделения в наше действие. Обратно в меню. Теперь выберем Редактировать. Edit. Добавим еще одно действие в правый столбец. В строке фильтра набираем Remove Time. В списке есть нужное нам действие. Перетащим его. Теперь по одному нажатию будут срабатывать сразу три экшена. Отменим изменения. Выделим вот эту область. Жмем кнопки. Item разделился. Кусок заглушился. Зона выделения сбросилась. Таким способом гораздо удобнее мютировать отдельные ноты. Выделили. Нажали. Готово. Давайте создадим еще один экшен. Откроем немного наши треки, чтобы было видно. Удалим один. Нам часто приходится копировать треки. Давайте сделаем это. Видите, скопировалось и содержимое. Но также часто нам нужна копия только трека, без содержимого. Приходится удалять айтемы вручную. Опять же лишние действия. В большинстве своем мне нужен именно трек с эффектами, входами, а совсем не айтемы на нем. Давайте создадим кастом экшен для такого копирования. Удалим сначала этот трек. Создадим новый экшен. В строке фильтра Duplicate. Выберем Duplicate Tracks. Перетащим вправо. Потом введем Select All Items in Track. Найдем такой экшен. Перетащим. И, наконец, Remove Items для удаления айтемов. Добавляем. Теперь у нас три экшена в списке, работающие как один. Сначала он копирует трек и содержимое, потом выделяет все айтемы на нем и уделяет все выделенное. Присвоим ему имя, например, Custom Duplicate. Назначим горячие клавиши вот здесь. Я использую Ctrl D. Появилось предупреждение. Оно появится каждый раз, когда вы пытаетесь привязать уже используемое сочетание клавиш. Так что можете изменить выбор и подобрать другие клавиши. В этом случае жмете Нет, или если хотите переписать, жмете Да. Выбираем трек, жмем, все сработало как надо. Теперь остался только трек. Еще раз. Попробуем с хэтом. Трек скопировался без айтемов. Это экономит вам время. Только представьте, сколько полезных экшенов можно создать. Каждый раз, когда вы замечаете некоторый набор повторяющихся действий, можете упростить все до одного нажатия клавиш. Можете проявить фантазию при создании. Ведь одна из фишек рипера — способность полностью настроить его под свои нужды. Вот так представлены экшены, а не же действия в рипере. Едем дальше. Продолжение следует... Продолжение следует...